Пандемия лихорадки Эбола может охватить весь мир в течение месяца. К такому шокирующему выводу пришли американские эпидемиологи. По данным экспертов, смертельно опасный вирус покинул пределы Африки. И теперь вспышек неизлечимой болезни можно ожидать где угодно. Один из возможных маршрутов распространения лихорадки Эбола изучил Алексей Захаров. Иван, самое поразительное, сегодня из африканских стран вирус Эбола может мигрировать по всему свету. В организмах самих врачей, которые пытаются помочь больным. Этот мужчина, одетый в противочумный костюм, сегодня признан самым опасным человеком США. Смертельную угрозу представляет весь его организм. Еще два дня назад скромный врач Кент Брентли не мог подумать, что завезет на родную землю один из самых ужасных вирусов планеты – лихорадку Эбола. Кент работал добровольцем в Либерии, помогал больным. И, несмотря на все средства защиты, заразился сам. Санитарный контроль в аэропорту его по какой-то причине пропустил на территорию США. И уже здесь у Кента стали проявляться симптомы. Мы были вынуждены поместить его в карантин. Неизвестно, успел ли он заразить кого-нибудь в нашей стране или нет. Американское общество близко к панике. До последнего дня люди верили, что лихорадка Эбола не коснется их страны. Болезнь традиционно считалась исключительно африканским проклятием. Я боюсь заразиться, вся моя семья боится, но у нас нет денег, чтобы сбежать из страны. Вчера от лихорадки умер мой сосед, его семью забрали врачи проверить, не заразны ли они. С февраля этого года, когда в Гвинеи было официально объявлено о начале эпидемии, в Западной Африке уже погибло более тысячи человек. И количество жертв растет в геометрической прогрессии. Если месяц назад лихорадка убивала не больше 10 человек в неделю, сегодня ежедневно гибнет более сотни. Медики говорят, Эбола будет набирать обороты с каждым днём. Больницы переполнены, толпы беженцев штурмуют вокзалы и автостанции. Вирус лихорадки Эбола передаётся воздушно-капельным путём и при любом физическом контакте. Первоначальные симптомы можно легко спутать с обычной простуды. Кашель, боли в горле и температура. Инкубационный период длится 21 день, затем болезнь берёт своё. Смертность практически стопроцентная. Вакцины от этого недуга до сих пор не существует. Только потому, что никто всерьёз этим не занимался. Регион данного заболевания, он очаговый. И, соответственно, как водится в Африке, достаточно бедный. Поэтому для фармкомпании потратить несколько миллиардов долларов на исследование, получить вакцину и потом её не продать, это, в общем-то, сродни банкротству. По мнению экспертов, у фармацевтических компаний в скором времени может появиться новый стимул к разработке вакцины. Смертельно опасный вирус вырвался за пределы Чёрного континента. И теперь он может натворить таких бед, которые даже не снились жителям Гвинеи или Нигерии. Они же там живут, и, в общем-то, дробная сенсибилизация, то есть дробная иммунизация у них происходит. Где-то там они встречаются с этой инфекцией, может быть, не в той дозе, которая может вызвать у них заболевание. Для европейцев эта инфекция, конечно, более опасна, чем для местного населения. И немного наглядной статистики. Салон Боинга 777, которым летел заразившийся врач Кэнт Брентли, вмещает до 550 человек. За время полёта вирус мог перекочевать как минимум половине пассажиров, которых после посадки никто не досмотрел. И где эти люди находятся сейчас, не может сказать даже могущественная миграционная служба США. Возможно, кто-то уже пересёк океан и сейчас гуляет по улицам Парижа, Лондона или Москвы. Что может произойти через 21 день, если у медиков срочно не появится вакцина от лихорадки Эбола? Об этом лучше даже не думать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова